Лопата Фискарис. Те, кто еще не знаком с продукцией компании Фискарис, будут приятно удивлены качеством и свойствами предлагаемых товаров. В особенности заинтересовать огородников и садоводов сможет множество вариантов лопат практичных и удобных для работы в огороде и вне дома. В их модельный ряд входит несколько десятков инструментов. Каждый из них рассчитан на долгий срок службы комфортной копания. Виды лопат. Однако, чтобы разобраться, какую именно нужно покупать, следует знать, что все модели лопат условно можно подразделить на следующие разновидностей. Лопата телескопическая Фискарис. Обладает уникальной конструкцией, позволяющей регулировать черенок относительно роста человека. Так, без труда удастся подобрать ту высоту лопаты, с которой работать будет удобнее всего. Хорошо подходит такой тип лопаты для строительной работ, поскольку ее часто комбинируется с штыковой конструкцией совка, что позволяет рыть траншеи и перекапывать клумбы с твердой почвой. Лопата штыковая Фискарис. Характеризуется заостренным лезвием, отлично справляющимся при копании твердых каменистых и глинистых почв, обрубании корней и в борьбе с сорняками. Во многих моделях делают Д-образную рукоять, чтобы инструмент удобно было брать в руку. Лопата штыковая Фискарис. Лопата совковая Фискарис. Как правило, такая лопата отлично применяется для подъема тяжелых материалов. Поскольку ее рабочая часть имеет форму ковша, то мусор, листву, удобрения, строительные материалы, песок, щебень и т.д. Очень легко подхватывать и переносить. Выпускают их как с металлическими, так и деревянными черенками. Лопата складная Фискарис. По критерию надежности эта разновидность инструмента несколько уступает другим и для обычных садовых работ вряд ли подойдет, поскольку очень мала в размерах. Однако со складной лопатой легче осуществлять коп в труднодоступных тесных местах. Для нее еще предусмотрен поясной ремень, чтобы было проще носить с собой в походах и различных вылазках. Лопата снеговая Фискарис. Эту разновидность компания разработала специально для уборки снега. В большинстве случаев такие модели имеют совок из полиэтиленового пластика, не позволяющий снегу прилипать к поверхности, но некоторые могут окантовываться по краям металлом. Сам ковш не имеет строгой размерности. Некоторые выпускаются шириной 720 мм, а другие 350 мм. Облегченная версия. Отдельным вопросом часто возникает проблема выбора лопаты для кладоискателей, ведь в их работе одним металлоискателем не обойтись. Хорошими вариантами по такому случаю традиционно считается лопата Фискарис штыковая, укороченная и полноразмерная. Первая имеет длину 80-85 см и вес, слегка превышающий полтора килограмма. Ее покупают чаще всего поскольку высота черенка комфортна, а переносить ее в рюкзаке не составляет труда. Благодаря особому проектированию ей удобно выворачивать из ямок земляные коми, выгребать грунт из шурфов и в целом работать на глубине. Независимо от того, в каких условиях происходит поиск, укороченный Фискарис будет оставаться надежным и прочным помощником. Что же касается полноразмерной штыковой лопаты, то ее стоит покупать при уверенности, что работа будет связана с довольно большой глубиной не совсем легкой землей. Вес около двух килограмм и по длине выпускается больше метра. Из этого становится очевидным, что переносить ее с собой уже не так просто и потребуется хорошая физическая форма, чтобы использовать такой инструмент. Обратите внимание, из описанных выше разновидностей подойдет для кладоискателей телескопическая лопата, отличающаяся прочным материалом, крайне удобной конструкции и возможности сложить рукоять и поместить в рюкзак. Нередко на поиски многие отправляются и прихватив саперные лопатки, но толку от них меньше, чем от укороченной или телескопической лопаты. Размеры складных лопаток слишком маленькие для поисковых работ, однако они крайне популярны как инструмент про запас. Модельный ряд Фискарис. Большим спросом пользуются следующие варианты лопат данного бренда. Фискарис 2500 Эрго модель выпускает длиной 80 см и весом 1350 года. Очень удобно для транспортировки в рюкзаке. Форма лотка рассчитана на то, чтобы копание проходило легко на любом типе почвы. А ручка специально сделана под таким наклоном, позволяющим руки оставаться в едином положении. Фискарис Эргономик. Штыковая лопата Фискарис Эргономик позволяет при капе сохранять человеку правильное рабочее положение. Угол между основанием и лотком разработан специалистами с тем учетом, чтобы облегчить нагрузку на плечи и спину. Черенок длинный 1,25 метра. Сделано стали и сверху покрыт пластиком. Лоток шириной 19,5 сантиметров. Изготовлены сбор содержащей стали, которая гарантирует долгий срок использования инструмента. Насадка и основание крепко приварены друг к другу. Кроме этого, лезвие можно затачивать по необходимости, чтобы легче было проникать в землю и резать корни. Вес инструмента 1,9 килограмма. Фискарис Эргономик Фискарис Эргомобил. Среди особенностей этой модели можно выделять то, что ее выпускали с разным типом крепления. Черенка и штыка с варочным или с заклепками. По длине она составляла 84 сантиметра и весила чуть больше 1 килограмма. Была популярна у кладоискателей, но производство модели приостановили, начав выпуск серии Фискарис Эрго Солид. Фискарис Эрго Солид, саперная, выпускается только со сварным типом крепления лотка в черенку. По длине почти такая же, как и была Фискарис Эргомобил, 82 сантиметра и практически такого же веса. Угол, под которым крепится держак, равен 20, что помогает уменьшить уровень нагрузки на спину. Хорошо подходит для туризма и пеших походов. Фискарис Солид, полноразмерная по свойствам полноразмерная. Фискарис Солид такая же, как и саперка, только большего формата, длина 1,17 метров, вес 1,82 килограмма. Лопата для копа огорода подходит как нельзя лучше. Стальной штык справляется и с твердым земельным массивом, но из-за размеров такой инструмент сложно носить с собой в рюкзаке, если планируется вылазка на природу. Кроме того, многие садоводы и кладоискатели жалуются на маловатую ширину лотка, всего 18 сантиметров, что при ее размерах и весе создает иногда неудобства. К сведению, с 2016 года. В производство была запущена новая серия Солид Фискарис Солид Пласс. Данная модель немного больше предыдущей, имеет удлиненный прорезиненный черенок 122 сантиметра и вес 2 килограмма. Соединение черенка с лезвием выполнено сваркой. Угол ручки выдержан в 20. Лопата Солид Пласс новая, но уже опробована дачниками. Отмечается удобство при копании целины, раскидывании компоста и т.д. Однако из-за изгиба и формы штыка несколько затруднительно дается выкапывание и пересаживание кустов и некоторых цветов. Фискарис Смартфи телескопическая, незаменимый помощник при работе с каменистой или влажной глинистой почвой. Лезвие очень острое и долго сохраняет это качество. По длине модель может быть от 1,05 до 1,25 метра с весом 1,9 килограмма. Телескопическая Фискарис регулируется под любой рост и комплекцию, поэтому лопата из этой серии считается одними из самых популярных и востребованных. Фискарис складная модель небольшого размера, всего 59 сантиметров восточной долготыну, весом около 1 килограмма, ширина лезвия 15,3 сантиметра. Из-за этого лучше не использовать ее в качестве основной для копания, она лучше подойдет как запаска или при расчистке труднодоступных мест. С транспортировкой ее нет никаких сложностей и модель даже предусматривает специальный чехол. Фискарис Хак Диггинг Спейд Медиум Диггинг Спейд Лардж Средняя и большая серия таких лопат появилась относительно недавно. Они имеют базовые характеристики и отличаются только длиной. Средняя лопата выпускается с черенком 1080 миллиметров, а большая 1200 миллиметров. Края штыка заостреной, за счет чего при копании легко получается перерезывать корешки. Очень часто ее берут для работ на огороде, но для кладоискателей она неудобна из-за невозможности комфортной переноски. Фискарис Лайт Совковая модель длину 1,05 метра и весом 1,1 килограмма. Ее держак изготавливается из алюминия, который не боится коррозии или изменения температурного режима. Кроме того, черенок предусматривает термоустойчивую пластиковую ручку, позволяющую с большим удобством совершать работу, а потом хранить инструмент. Края лезвия слегка закруглены, поэтому снимать дерн или верхний слой почвы при садоводческих работах становится проще. Фискарис Лайт Преимущество лопат Фискарис Самое главное преимущество лопат, которые выпускает фирма Фискарис, это высококачественный и долгосрочный материал, бор, содержащий сталь. Он очень устойчив к различного рода воздействиям и перепадам температуры. Можно не переживать, что в самый неподходящий момент что-то сломается. Еще одно достоинство инструментов Фискарис – это проработанная в каждом отдельном случае форма. У лопат удобные ручки, угол наклона которых способствует уменьшению нагрузки. Высоту и вес для комфортной работы подберет для себя каждый человек. Кроме того, особое покрытие моделей позволяет работать инструментом и летом, и зимой без вреда рукам. Обратите внимание, несомненно порадует огородников и кладоискателей вполне демократичная цена на лопаты Фискарис. Купив единужды такой инструмент, в дальнейшем жалеть не придется. Информация об эксплуатации и заточке инструмента. Используется лопата Фискарис для копа, как и все любые другие подобные инструменты. Материал у нее прочный и переносит любые условия, из-за чего особых требований по уходу за лопатой нет. Важно не забывать только после каждой работы очищать ее от налившей земли, травы и т. Д. Когда наступает потребность, то можно самостоятельно заточить лопату Фискарис. Подойдет для этого лучше всего обыкновенный точильный камень. Хранить инструменты можно в любой пристройке или сарае, а благодаря D-образной ручке есть возможность располагать инвентарь на стене. Сэкономив дополнительное место. Обратите внимание, Фискарис Корпорейшн – крупная компания, которая помимо лопат выпускает различный садовый инвентарь топоры, секаторы, ножницы, ножи, вилы и т. Д. В их арсенале есть и товары для рукоделия. Из всего вышесказанного ясно, что Фискарис – это бренд, который отвечает за качество. К тому же предлагает широкий ассортимент, из которого каждый огородник выберет для себя подходящую лопату. 0.0 World Article Rating